КОНЕЦ Вообще вот эта тройка нападений играет очень и очень здорово. Дальше рикошет на стороне хозяев Брэндон Ипп в итоге автор гола. Ну посмотрите, вот такой бросок. Шайба отскакивает к Брэндону Иппу. И после этого, кстати говоря, произошла замена вратаря. Вышел Алексей Красиков вместо Харри Сеатаря. Но и Алексей Красиков сухим остаться в этой встрече не смог. Уже во втором периоде на 29 минуте Талер вот забрасывает третью шайбу у ворота новосибирской команды после передачи Спенсера Фу. Я с тобой соглашусь, эта связка сыграла очень весомую роль в том, что Кунь-Лунь продолжает борьбу за плей-офф. Да, ну классно получается вместе у них играть. Талер вон сделал еще 3-0, а вот уже через минуту даже полторы Микайлеру Охома бросает вот так в ближний угол и попадает. Попадает. Собственно, это очень важная шайба для Сибири. Была в этой встрече, потому что до этого особо ничего не получалось. Сейчас проходит еще совсем немного времени, чуть больше трех минут, и Егор Миловзоров сокращает отставание в счете до минимума. Мне кажется, он так простреливал на пятак там с расчетом как раз вот на что-то вроде этого. Случился рикошет и уже 3-2. Дальше фрагмент третьего периода Сибири зарабатывает большинство. Данил Роман, естественно, там в районе пятака, в районе ворот. Ну и он получает передачу, первым касанием обрабатывает, вторым бросает и сравнивает счет в матче. Казалось бы, все шло к овертайму, но развязка этой встречи наступила за полторы минуты до конца третьего периода. Дмитрий Союзов после передачи Никиты Шашкова забрасывает четвертую и победную шайбу Сибири. В этой встрече сверхволевая победа новосибирской команды со счета 0-3 удалось отыграться и выиграть в основное время. В гости к подольскому Витязю приехал Хесинский Йокерит. Йокерит в очень хорошей форме находится. Йокерит ни одного матча в основное время не проиграл в декабре. Ну а вот таким образом счет матча открывает Никлас Енсен. Уже на второй минуте этой встречи в дальней дистанции бросает и продлевает свою результативную серию. У меня такое впечатление, что Йокерит соскучился по игре в хоккей просто-напросто. Слушай, ну три с половиной месяца человек не играл. И естественно, десятая шайба Никласа Йокерит в этом сезоне, а это двенадцатая шайба Алексея Макеева. Бросок в ближний угол, резкий. Местевой бросок над плечем калминг шайба пролетает и в конце второго периода счет становится равным. Но в третьем периоде посыпались удаления. Это пятиминутное большинство Йокерита после удаления Евгения Артюхина удалось реализовать Мико Лехтанину, лучшему бомбардиру, лучшему снайперу среди всех защитников континентальной хоккейной лиги. Вот такой бросок в касании у него получается. Мощно, сильно. И давайте посмотрим дальше, что здесь происходит. Здесь игра в формате 5 на 3. Будет прямо сейчас. Долгая потасовка. Здесь удалят Алексея Макеева до конца встречи. Он в одном эпизоде зарабатывает сразу 32 минуты штрафа. Головков и Савинайнин отправятся в штрафную бокс по 5 минут. Каждый получит за драку. Но до этого Алексей Макеев правила нарушил. И получается так, что Макеев оставляет свою команду втроем против пятерых и уходит в раздевал. Мне вот драка очень понравилась. Савинайнин и Головков. Головков стоял к Савинайнину спиной абсолютно все время. Ну а вот момент, собственно говоря... С нарушением правил Алексея Макеева. С чего все началось. Так, ну правда потом вот... Ну это вот то, с чего началось. Да, против Тэма Эронина Алексей Макеев правила нарушил. Головков что-то сказал Эронину. И тут пошло-поехало. Что называется в формате 5 на 3. Йокерет забросил. Вот такой кистевой бросок от Мико Лехтанина. Просто передача Стива Мозеса и Брайана Унила. Укрепляет он преимущество своей команды. Забрасывая 15-ю шайбу в этом сезоне. Ну ведь, как мы видим, снял вратаря. Да здесь еще и большинство. И, кстати, одну отыграли-то за минуту до конца. Йонес Нятинин это сделал. Подставил клюшку под бросок Павла Воробья. Да, вот сейчас мы прекрасно увидим, как шайба сменила траекторию полета. Ударившийся облет срикошетила в ворота Яниса Галлинша. Но в итоге Йокерет дотерпел до победы и увез два очка из Подольска. Ну а увезет ли два очка из Владивостока Авангард, узнаем прямо сейчас. И, честно сказать, все началось достаточно неплохо для Адмирала. Кстати, вот сейчас графически было видно, что по броскам в створ 6-0 в пользу Авангарда. И, что бы вы думали, Адмирал забрасывает первую шайбу в этом матче, так и не бросив поворот. Я, на самом деле, очень давно такого не видел. Шайба записана на Алексея Дробина, но он просто вот ехал мимо ворот, скажем так. И неудачный выброс от гостей случился. От ноги Дробина шайба влетает в сетку в старте второго периода. Валентин Кинов быстро одну шайбу отыгрывает. И, на самом деле, Авангард вот здесь вот, ну, просто начал наращивать. Уже очень серьезное преимущество. Да, уже на 28-й минуте Авангард вышел вперед благодаря шайбе Алексея Потапова. Здесь тоже такой неакцентированный бросок был. Скорее, рикошет от Алексея Потапова. Но Красоткин среагировать на рикошет от конька 89-го номера Авангарда не смог. Да, там был просмотр. Ну, в общем, удар ногой арбитры не увидели. Хороший гол. Хороший гол. И Авангард уже выходит вперед. Дальше очень интересная ситуация. Был удален Вихарев. Закончилось большинство Авангарда. Вихарев выскочил со скамейки, получил передачу. Заработал штрафной бросок. И вот этот штрафной бросок исполнил Мартин Бакош. И шайбу сравнял. Вообще, кстати, вот к этому моменту у Авангарда, ну, у него очень серьезное преимущество было у Авангарда. Но вот благодаря булиту Адмирал сравнял. Но, честно говоря, Авангард не стал расслабляться. Авангард эта шайба с булитом никак не надломила. И бросает мощно Коди Франсен от синей линии Сергей Широков. Занимает место перед воротом. Подставляет пюшку и выводит Авангард в очередной раз вперед. Дальше первая шайба Дениса Зернова в этом сезоне. Давайте порадуемся за него. Тоже долго не играл, как и Николас Йенсен. И тоже соскучился по хоккею. Но вот забил только сейчас. Зато как красиво. Да, Красоткин вообще ничего не видел. Вот. И Зернов попадает. Сейчас она 4-2. И после этого Авангард очень грамотно играл по счету. Практически ничего не позволял сделать Адмиралу. А потом еще получил большинство, которое реализовал Брэндон Макмиллан. Шумаков и Войнов в ассистентах. Очень красиво. Здорово. И в итоге, да, Авангард все-таки увозит вот из этого матча 2 очка. В столицу Республики Казахстан мы с вами отправляемся в город Нур-Султан, где в гости к Борису приехал Магнитогорский Металлург. В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, а вот с середины второго периода шайбы посыпались. Линус Видель. Шестая шайба в этом сезоне. Автором результатин передач становится Роман Старченко. Красивый гол. Дальше. Большинство реализовал Даррен Дитца после передачи Ате Охтама, но в большинстве отвечает Магнитогорский Металлург за 30 секунд до окончания второго периода. Андрей Нестрашелл после передачи Эрика Уделла и Дениса Расмуссона сокращает отставание в счете, пробивая Эдди Пасквали. Следующий гол в этом матче случился вот таким вот образом. Корбан Найт. Начало третьего периода. 16-я шайба для Корбана. Гол где-то вот такой, знаете, случайный, но тем не менее все, что на пятак отправляется, это уже опасно. Роман Старченко забросил четвертую шайбу Борис. После этого Магнитка пошла спасать, собственно, эту встречу. И Андрей Нестрашелл забрасывает свою вторую в этом матче и вторую Магнитогорскую, соответственно. Кстати, с острого угла попал достаточно Нестрашелл здесь в ворота. Ну, в общем, шансы были. Тут что, 4-2, 12 минут впереди еще. И за 3 с небольшим минуты до конца третьего периода Магнитка и вовсе до минимума сокращает отставание в счете. Виктор Антипин бросил от синелени. Случается рикошет от игрока Бориса. Шайба залетает в воротах Пасквали, но на большее Металлург уже не хватило. Борис забирает 2 очка. Ну, а теперь мы с вами отправляемся на ВТБ-арену. Фонбет неделя звезд континентальной хоккейной лиги. И сразу же мы с вами приступаем к просмотру матча за бронзовые медали, в котором встретились представители Восточной конференции. Дивизион Харламова против дивизиона Чернышева. Играли дивизион Харламова, одержал победу днем ранее в мастер-шоу. И игра за бронзовые медали получилась сверхрезультативной. Но здесь достаточно один любопытный момент. Вы думаете, Юха Метцелов с такой техникой закрепился бы в клубе континентальной хоккейной лиги? Я думаю, что нет. А в воротах играл вместо Метцелова Линус Умар. Шведский кудесник, один из лучших ассистентов. Континентальной хоккейной лиги занял место в воротах вместо Метцелы. Ну а Метцелов, в свою очередь, вышел в поле. И на самом деле Линус Умар посмотрелся весьма достойно. Но мне кажется, кстати, что Умар как-то, знаете, так совсем не щадили. Потому что я вот по разу видел, и там... Найджел Доус входил в зону и прям щелкал. Да, его пытались обыграть так играючи, Линус Умарка. Но когда стало понятно, что он умеет играть в воротах, он понимает, как это делать. И, собственно говоря, уже Найджел Доус щадить не стал. Там действительно две шайбы Найджел Доус забросил. И две эти шайбы были заброшены в результате шикарных кистевых бросков. Ну и Юха Метцела, кстати, в этой игре тоже отметился. Юха Метцела набрал два очка. Голая результативная передача на его счету. Ну а вот тайм-аут от дивизиона Харламова и Дмитрия Вячеславовича Квартани на ваших игроках. Решил съесть хоккейную площадку. А вот, кстати говоря, гол Юхи Метцелы. Ну да, на вбрасывание ему поддались, но зато смотрите, какой кистевой, а. Красавец просто. Я боюсь то, что Яков Коварыш не поддавался в этой ситуации. Кстати, есть такое подозрение, да. Есть такое подозрение, потому что, смотрите, и правда так Метцел раз. Четко, очень четко. Да, в итоге игра завершилась в основное время со счетом 8-8. Вот здесь и арбитр подыгрывает шайбу для Вячеслава Воинова. Несмотря на то, что пытались там и судьи подкупить представители тренерского штаба дивизиона Харламова, но пытались они подкупить лайнсмена. А главный арбитр Алексей Белов сыграл в этой ситуации за команды дивизиона Чернышева. Ну и вот серия буллитов, в которой Юха Метцела справляется с попыткой Денниса Расмуссона. А на следующий буллит выходит молодой нападающий омских ястребов Егор Ченахов и свою попытку реализовал. Да, вот так вот молодой игрок из молодежной хоккейной лиги, собственно говоря, приносит победу собственной команде. Олег Масалев, который помогал Бобу Хартли в этой игре, радуется. Его успели покачать игроки дивизиона Чернышева, но и бронза остается у команды из дивизиона Чернышева. Да и мы радуемся за Олега Масалева. Безусловно. Ну и финальный матч. Это представители западной конференции. Дивизион Боброва против дивизиона Тарасова. Так получилось, что в матче за кубок вызов победа одержала сборная Востока. В матче звезд женской хоккейной лиги победу одержали представительницы восточной конференции. Ну а здесь фонбет, неделя звезд хоккея. В финале играли представители Запада. И тоже игра получилась весьма результативной. Ну еще бы нет, все-таки тут 3 на 3. Да и скажем откровенно, мне показалось, что хоккеисты более-менее начинали включать скорости. Ну там, скажем, минуты за 3-4, наверное, до окончания второго периода. А так, в целом, катались достаточно расслабленно. А в общем, я вам так хотел сказать. Ихер передает вам большой привет. Если еще раз это повторится, мы будем прощаться с вами. Ну ладно, больше не будет. Не будет. Отдайте свисток, пожалуйста. Давайте хулиганить. Иначе я вам сейчас освобождение от бескультуры написал. Хорошо, запада, пожалуйста. Александр Леонидович, как мог, развлекался? Да, несколько раз встречу остановил, посчитав, что не по правилам сборная дивизиона Боброва в зону атаки входила. Но команда, которой руководили Алексей Кудашов и Дмитрий Федоров, смотрелась на этом мини-турнире весьма неплохо. Там такая мотивация от Федорова, это отметили и игроки после, что, ну... Вот как раз, да, Дмитрий, ну посмотрите. А-а-а-а, кажется, весь в игре. Дмитрий. Ну, правда, на самом деле мотивировал, и вот лично мне было заметно, что, правда, ведет Боброва, скажем так, чуть-чуть быстрее всех остальных. Думаю, что это из-за Федорова. Вполне возможно. Ну, шайбу Кирилла Капризова мы с вами наблюдаем. Болельщики Салават Юлаева переместились за скамейку запасных, где располагалась команда Леонида Вайсфельда. Я думаю, что хорошую память Леонид Лавленович оставил в Салавате Юлаве, когда работал там генменеджером. Ну, а победитель этого матча решался в Сирии после матча в бросков, где лучше оказались представители дивизиона Боброва и забрали золотые медали. Кирилл Корнилов, Артем Батрак. До свидания. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова